Война в Афганистане В первых дней открытия нашей компании. За 17 лет мы успели о многих афганцах рассказать, вспомнили именно всех, кто погиб на чужбину. В неожиданном мае 2018 года на мемориальной доске, установленной на футбольном поле 6 микрорайона, я вывела лицо незнакомого Эдуарда Кшнякина. Его жизнь не оборвалась в 2005 году, через 16 лет после вывода советских войск из Афганской республики. Ему не было 40 лет. Что с ним случилось? Расследование не потребовалось. Дмитрий Моисеев называет себя братом воина. Накопил деньшат, заказал свой мемориал, чтобы новые поколения знали имя друга и помнили. Работой художников Дмитрий остался доволен. Сумели точно схватить черты лица Эдуарда. Его облик до сердечной боли остался в памяти Димы. Эдуард умер в госпитале на его руках. Он запомнил это мгновение. 3 мая, час 13 минут. Когда скорбное известие разлетелось по микрорайону 6-6, Владимир Васильевич Соснов, ревностный блюститель спортивных традиций, предложил каждый год в мае проводить футбольные турниры в памяти Эдуарда Кшнякина, чтобы детвора, так же как афганец, любила спорт, футбол, хоккей. В мае 2019 года пройдет уже 14-й турнир. Инициативу ветерана спорта Соснова поддержали предприниматели Александр Юрков и Илья Детина. Они стали изготавливать награды победителям, учреждать призы. И футбольное поле, построенное когда-то по инициативе Эдуарда Кшнякина, каждый год звенит голосами ребят и болельщиков. Можайское шоссе 82. В этом доме вместе с родителями жил когда-то Эдуард. Сегодня в его квартире пусто и грустно. Кшнякин старший улыбается редко, опустела семья. Сначала ушла любимая жена, потом безвременно похоронил детей, здоровье Эдуарда подорвал Афганистан, а дочка Наташа, старшая медсестра больницы имени Спиранского, погибла в автомобильной катастрофе. Стены в скромной квартире украшены не ликорами и коврами, а фотографиями футбольных бокалей. Их организаторов Виктор Григорьевич и его внучка Юля хорошо знают и признательны за сохранение памяти об Эдуарде. Турниры с фирменными наградами надолго... Это вечность. Это вечность. Пока мы живы и, естественно, передадим это дело другим, будем проводить. Вот уже я, кстати, готовлюсь к 14-му и к 15-му турниру. Дмитрий Моисеев в день съемок на столе разложил много афганских фотографий. Одну узнаю. В парадных формах десантников Эдуард и Дмитрий. А кто третий? Удивляюсь ответу. Игорь Чмуров. Единственный в нашем городе герой Советского Союза. Оказывается, он учился с Эдуардом в одном классе, в восьмой школе. Признаюсь, много раз собиралась рассказать о нем, но все как-то не складывалось. Но теперь откладывать больше нельзя на календаре 30-летия вывода войск из Афганистана. А на меня смотрят сразу три афганца из нашего города. Молодых, красивых, сильных. Хочется верить физически здоровых. Постараемся рассказать о каждом. Напрашиваемся в гости Галине Андреевне Моисеевой. Благо она живет в одном доме с Кшнякиными. Приглашаем на съемку Виолетту Георгиевну Шлихт. Соседку. Ей есть что вспомнить. Эдуард писал письма ее сыну Владимиру. Они были в одной дворовой команде. И футбольной, и хоккейной. Под руководством замечательного тренера-наставника Николая Григорьевича Архипенкова. Это его первым Эдуард пригласил на свою свадьбу. Виктор Григорьевич принес на съемки альбом сына на первой странице повесткового инкомата. Приказываю вам 21 апреля 1984 года в 5.30 явиться на сборный пункт. Повестки, как главный документ судьбы, хранят все. И Дмитрий, и Игорь Чмуров. Димы дома не было, когда мы снимали. По настоянию мамы он ушел на обследование, поликлинику. Здоровье не важное, а к врачам не ногой. Может, путевку до тот сына хоть раз. Она никогда не забудет, как провожали Эдуарда. Знали вы о том, что ваши сыновья уходят служить в Афганистан? Вам это было известно? Да, было, да. Да, это было известно. Мы готовились. Это не то, что готовились. Невеста Татьяна звонит. Дядь Вить. Там во внукову Эдик звонил в внукову. Поедем мы. Ну, поехали. Ну, вот приехали. Вот с ней ля-ля, а я что? Я говорю, молодежь, я уеду, тесла. А она его даже до самого трапа провожала. Ему вообще, по идее, сам Капитан, говорит, не советовал. Говорит, Эдик, мы тебя оформим в спорт. Это спортивный рот. Ну, есть такая в Москве спорт. Нет, поеду в Афганистан. Дима едет, и я поеду. Также вот Галина Андреевна, мы по балкону соседи провожали одновременно. Гуляночка была, наверное, шумер. Сначала по отдельности, а потом уже под утро. И в пять утра в военкомат пошли. И Димина, друзья, и Эдика, друзья. В один день их это самое забирали. Первый снимок легендарной тройки в парадных формах был сделан после принятия присяги в Фергане. Хоть фото черно-белое, мы знаем, на десантниках были голубые береты с красными звездами. Думали они тогда о том, что их ждет в чужой далекой стране на перевалах черных гор Афгана. Вряд ли. Они не политики, не историки. Просто готовились защищать интересы Родины и выполнять интернациональный долг. Но сначала учебка в Фергане. Надо научиться общаться с оружием на «ты». Уже в мае Галина Андреевна получает первую фотографию родной мамочки от сына Дмитрия на долгую память и от друга Эдика, то есть брата. После одного месяца службы. 20 мая 1984 года. Курс молодого бойца длился три месяца. Неожиданно перед самой отправкой в Афганистан Эдуард заболел. Брюшной тиф, карантин, расставание неминуемо. Дмитрия отправили в Гордесс рядовым стрелком 56-го гвардейского отдельного десантного штурмового полка. Игорь Чмуров попал в Багран, в штурмовую бригаду 345 гвардейского парашютного десантного полка. Эдуарду ничего не оставалось, как лечиться, копить силы и писать заявление командованию с просьбой отправить в Афганистан. Через три месяца рядовой Кшнякин добился своего. Попал в Кабул водителем зенитной установки. Продолжаем читать скопые строчки на фото, подписанные Дмитрием Моисеевым. Июнь 1985 год. Любимой моей Маришки. На долгую память о моей нелегкой службе в Демократической Республике Афганистан Гордези. Тут мы с Шурой сидим на бомбах. Аэродром. Еще одно письмо девушке. И через месяц, 26 июля 1985 года, на память Маришки от ее Дмитрия, 15 месяцев позади. В январе 1986 года милая мамочка получает сразу две фотографии от сына. Какое счастье! Жив, здоров, возмужал. По весне должен вернуться домой. Но Дмитрий решает по-другому. Написал заявление на сверхсрочную службу. Плохо с Левой Шуриным. Он из Кубинки свой надо помочь. Сын мой, конечно, занимается сейчас добрыми делами. Поддерживает своих ребят во всех отношениях духовно. Помогает им, чем может. С кем он служил, с кем он в больнице лежал. Всем он помогает словом, если нужно, и делом помогает. Все его любят, уважают. А вас заботится? Конечно. На столе гора песен. Больше 30 лет Калина Андреевна хранит поздравления Димы с ее 50-летием. Открытка пришла с осушенными цветами. Тюльпанчики сын нырвал в горах. Даже попробовала сочинять стихи. Почитайте. Дорогая мамочка, поздравляю тебя с днем рождения. 6 мая, 85-й год. Я работала в связи, работала в Межгорьсвязь трой. Дорогая Виолетта, поскольку я сейчас не смогу прочесть, Прочтите вы. Дорогая мамочка, поздравляю тебя с днем рождения. Но приехать к тебе не смогу. В этот день я тебя охраняю. И в дозоре я службу несу. Не забуду твою я улыбку. Не забуду твои я глаза. Не забуду тебя, дорогая. Никогда, никогда. Милая мамочка, желаю тебе крепкого здоровья. Успехов в твоем нелегком труде. И пусть всегда над тобою будет голубое, мирное небо. С уважением к тебе, твой любящий сын Дмитрий. 6 мая, 85-й год. Да. Вот так он любил мамочку свою. Они еще долго вспоминали, как дружно жили, каким красивым и уютным был 6-й микрорайон, детская площадка, пруд. Зимой стояла хоккейная коробка, летом мальчишки гоняли в футбол. Сегодня одни вы сутки. Дмитрию Моисееву и Игорю Чмурову мы назначили встречу в 8-й школе. Дима предупредил, я учился в 5-й. Успокоила. Для директора Ольги Николаевны Бояриновой все друзья ее звездного выпускника – желанные гости. Директора их встречала с распростертыми объятиями. Приглашала на чай. Но сначала интервью. Попросила героев сесть, как на старой фотографии Фергане. Место Эдуарда занял его отец. С каким настроением уезжали? Ну все. С нормальным, с хорошим настроением. С нормальным, но хорошим настроением. Мне о чем плохом не думали. Потому что мы до этого там занимались. Мы ездили, все мы втроем ездили на прыжки. Ура Черпуха, Протвино. И там мы первые, прыжки, там второго. Нас одевали, помните, где одевали нас? Да. Бушлат одевали. Бушлаты, валенки. И нас, наверное, 27 человек уезжали, да? Мальца пустовала, там, наверное, что он прыгнул, наверное, не смит. Вот и все. Ну я знаю, что Дима мог получить бронь. Да, я... Меня не хотели брать в армию. Потому что я стоял у Лора на учете. И у меня плоскостепие было. Ну, я сказал, что надо сделать, чтобы... Они говорят, сходи к Лорусу, сказал, говорит, если хочешь, говорит, вырывай, говорит, одиноиды с голландами. И я тебе дам справку, что ты здоров. Пошел, вырвал, одиноиды с голландами. Мне дали справку, я пошел в инкомат. Где вы познакомились? Как-то на улице, во дворе. Ну, вы не имеете жили, они жили, они жили, вот, 8-го, 1-го, 2-го, а я жил до 118-го. У нас через три дома дома находятся. Коробочка все равно одна. Одна. На лице район. И все познакомились, хоть даже он и в 118-м, а мы в 82-м, рядом с коробочкой, все равно весь район. Что Бакарская улица, что Вокзальная улица. Все, все соберались на коробочку, на нашу. Игорь, о вашем подвиге много написано, снято сюжетов. Вот строчки из статьи Ревенко «Быть на высоте» кончились патроны. Когда душманы приближались вплотную, забросал гранатами. Для него бой кончился, когда потерял сознание. 23 ноября 1985 года десантники 345-го полка в составе пяти усиленных парашютно-десантных род высаживаются с вертолетов в район кишлака Барак. Место, где к ущелью реки Панджер примыкает ущелье реки Хазара. Среди них пулеметчик 9-й роты Игорь Чмуров. Это будет сухой паёк и пошли. Мы выискали, мы шаг в горах ходили, трепали, постоянно выискали. Батальоны 345-го полка начинают прочесывать ущелья. Каждая из них длиной более километра. Один батальон идет по дну, а другой по высотам. Тщетные поиски продолжаются около трех недель. Но душманы замечают советских солдат первыми и выжидают удобного случая для атаки. Утром 15 декабря разведгруппа 8-й роты натыкается на засаду душманов, которые обосновались на склоне горы. В результате мгновенного шквального огня все наши бойцы получают ранения. Маджахеды спокойно добивают раненых. Спастись удается только санинструктору, который с простреленными ногами добирается до командного пункта и докладывает о случившемся. Пока десантники занимают удобные позиции для обороны, душманы незаметно выходят на хребет, где обосновалась 9-я рота, и начинают вести плотный обстрел. Мы были выше, а остальные были ниже. Восьмой рот был отчупанирован. То есть основной удар мы приняли. Есть что добавить, прокомментировать. Попасть в прием, к этому, в Баржаке, я не хотел бы. Умереть был готов? Естественно, а что делать? Только не прямо. Мы сегодня у Дмитрия видели огромную пачку писем. Писал домой? Я писал, в школу писал, Кирилю Петровичу. Маме писал, всем писал. Не писал там, а. Убью, хорошо, все отлично, все жило. Наша часть была в горах 2800 на Дюлево-Море. 2875 точно. Жили мы в палатках, в модулях только офицеры. И все. Кухня, это столовая, ангары. Когда перевал закрыт, ни писем, никаких информации о мире месяцами не бывало. А потом, как получишь, вот такой стопку тресел, наберешь из всего газет и с утра доныша читаешь. И потом ищешь время, как бы ответить каждому, не упустить никого. Отведенное время на интервью пролетело быстро. И Ольга Николаевна приглашает афганцев вместе со старшим Кшнякиным за чайный стол. Где их ждут те, кто учил мастерству фехтования. Любовь Алексеевна Сухорукова и Константин Валерьевич Житный. Это они учили его смелости, ловкости, бесстрашию. Что осталось в памяти о школе? У меня о нашей школе очень самые хорошие воспоминания. Во-первых, здесь назвали хорошее образование, дали нам науку жить. Была хорошая школа, препятствия каких-то стартов. Тем более, мне вспомнили, когда Иван Семеновна Сокина была. Учили физики, химии. Потом кровового геноплана, учили математики. Валерий Майоревич, у нас был нормальный ульгей Раф, переделал директор школы. Вообще, очень был хороший плитив. Школу нравится, потому что мы начинали первую учиться, она была первая школа на Баковке, белая школа. И еще одна школа появилась в 2017 году. Мама моя принимала работу там за входом, здесь работа за входом. Мы ее принимали, принимали, мы ее принимали. Карапатской школы были, грядные полы были парты. Мы их отличили, были парты. Чем отличался Игорь? Наверное, прежде всего, своим упорством. Если бы он в бойца вцепился, то он от него просто-напросто отойти не мог. Тренировался хорошо, тренировался хорошо, очень упорно. И я думаю, что, наверное, вот это упорство его привело к тому подвигу, который он совершил. Если бы он был каким-то раскрябленным учеником, он, наверное, бы это не сделал. А когда он это понимал, что ему нужно это сделать упорно, он это делал от начала до самого конца. Когда я первый раз увидел, маленький, щупненький, не отличник, не двоечник, как все обычные дети. Вот Любовь Алексеевна правильно сказала. И начинал тоже идти... Так, по-разгильдяйски, скажем так, по-русски. Но ведь действительно, посмотрел, а чем я хожу других? Вот как я понимаю, этот может, а почему я не могу? И пошло. Пошло ведь. Хорошо, плохо, это уже не нам решать. Но он все равно ездил, ездил, а это уже результат. Все-таки. Ну, не всем быть, не всем быть профессиональными спортсменами. Ну, ты достиг, достиг разряда, тебя присвоило, просто там взрослый, был такое дело. Все, это хорошо. Самое главное, правильное упорство, желание, желание чего-то достичь. Я просто низко кланяюсь всем афганцам. Вы просто... Какого же... ...до земли, до земли. Я сама современник этих событий. Я все это помню и знаю, с какой дрожью, с каким трепетом, с каким страхом мы все ждали известия оттуда. И спасибо, что вы оказались достойными сынами своего Отечества. И ваш сын, и ему низкий поклон, и царство его небес. Каждый год в нашем районе проходят яркие душевные праздники, посвященные 15 февраля, дню вывода советских войск из Афганистана. И 2019 год не стал исключением. Но наших героев на этом празднике не было. Игорь Владимирович Муров, герой Советского Союза, от исполнительного комитета Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» готовил строй, чтобы красиво и четко пройти по Москве, отрапортовав «Родина, твое задание выполнили». Ветеран Афганистана Дмитрий Викторович Моисеев, награжденный грамотой Президиума Верховного Совета СССР за мужество и воинскую доблесть, колесил по Одинцову, собирая документы, чтобы получить разрешение похоронить свою мамочку. Галина Андреевна умерла в день праздника в Солнечном, тоже 12 февраля. Не дождалась нашего эфира. Такова жизнь людей, живущих под девизом. Никто, кроме нас. 15 февраля. Всегда будем помнить, друзья, колонны машин боевых и павших парней и живых. Как плакала с нами земля 15 февраля. Как мы выполняли приказ, как Родина встретила нас. Как мы выполняли приказ, как Родина встретила нас.